Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раймбеков. Сурдоперевод обеспечивает Маран Жмобеков. Смотрите сегодня. Талдыкурган-Ускемен. Полоса качественной дороги к услугам автомобилистов откроется уже в этом году. Большая жажда. В селе Аксу на полях выгорел урожай. Найди себя. Реализовать любимое дело помогает Елеман Раймбек. Первым делом дороги. Движение по трассе Талдыкурган-Ускемен станет комфортным к ноябрю. К этому времени будет завершено качественное покрытие. Пока одной полосы. Ход работ проинспектировал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития страны Берег Камалеев. Протяженность трассы республиканского значения Талдыкурган-Калбалтау-Ускеменогорск – 786 километров. Из них 315 проходят по территории Алматинской области. Несмотря на пандемию, работа на дороге кипит. В этом году планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров. «Сити-контракшн» поставил задачу 315 километров дать два слоя асфальта проездать. Почему? Потому что, чтобы людям было удобно ехать, и зимой, чтобы нормально ехать. Поэтому сейчас в данный момент в Алматинской области сити-контракшн работает более 2000 человек казахстанской специалисты, более 100 чем-то китайский. В связи с тем, что случился коронавирус, карантин, граница закрыта, нам пришлось обучать местных кадров». Трасса разделена на пять участков. Вице-министр проинспектировал каждый. «На первом месте должно быть качество дорог. Эта дорога должна прослужить десятилетиями. Поэтому по всей стране созданы республиканские дорожные лаборатории. Спецгруппа будет проверять дороги совместно с технодзором». Вице-министр высоко оценил труд рабочих, отметив, несмотря на пандемию, срывов нет. «Это показатель профессионализма», — говорит он. «К ноябрю будет качественное дорожное покрытие. Но пока одной полосы. Строительство второй продолжится с весны». В Алматинской области новый руководитель управления земельных отношений. Распоряжением главы региона Аманды Кабаталова им назначен собиц адвокатов. Новый руководитель родился в 1962 году. Окончил сельскохозяйственный институт Казахского ордена трудового красного знамени по специальности агроном. Кандидат сельскохозяйственных наук. Трудовую деятельность начал заведующим лабораторией вегетационных и климатических кабинетов Казахского сельскохозяйственного института. В разные годы работал главным специалистом областной земельной инспекции Ильинского района. Заместителем начальника государственной инспекции по контролю и охране землепользования Алматинской области. Последняя занимаемая должность — заместитель начальника управления земельных отношений Алматинской области. В Алматинской области создали ситуационный консультативный центр по борьбе с коронавирусом. Цель его работы — недопущение летальных исходов и оказание консультативной практической поддержки врачам региона. С помощью видеоконференц-связи высококвалифицированные специалисты Алматинской областной многопрофильной больницы консультируют врачей в районах и городах ЖТСУ, которые лечат тяжелобольных пациентов с COVID-19. На сегодняшний день в регионе в реанимации находятся 133 человека, 38 из них в больницах Талдукургана. В ближайшее время в области на базе Талдукурганской многопрофильной больницы будет создан второй ситуационный консультативный центр по борьбе с COVID-19, заявил присутствующий на заседании заместитель Аким Алматинской области Жени Стуяков. Он также сообщил, что разрабатывается комплексный план по оснащению и усилению материально-технической базы медицинских организаций области. В ходе беседы со специалистами заместитель Акима области дал руководству управления здравоохранения ряд конкретных поручений, которые позволят улучшить результаты работы в борьбе с пандемией. Сейчас из докладов заведующих реанимационных отделений я вижу, что по лабораторным исследованиям некоторые параметры не могут взять для четкой корректировки проведения лечения. В частности, вот по лактанту сейчас было, электролитный баланс не можем взять. Поэтому, вот я управление здравоохранения прошу, вот это все должно быть учтено. И районы прошу, до завтрашнего дня все по лабораториям, какие моменты есть для усиления, все заявки предоставить. Лаборатория должна качественно помогать для проведения адекватной терапии. Заместитель Акима области заявил, что одним из главных требований к медицинским утверждениям региона является наличие аппаратов ИВЛ и запаса препаратов на полтора месяца. На сегодняшний день работа с поставщиками налажена. Дефицита лекарств в больницах нет. Продолжаем выпуск. Шесть кислородных концентраторов подарили волонтеры Ембекши Казахской межрайонной больницы. Дефицит концентраторов на сегодняшний день является острой проблемой для всей казахстанской медицины. Помочь в непростое время решили волонтеры Ембекши Казахского района и представители молодежного крыла Жасотан. 10 июля им был открыт сбор средств на просторах интернета. На отклик сразу же отреагировали неравнодушные граждане. Нужная сумма на приобретение кислородных концентраторов была собрана за неделю. В общем, более 1 миллиона тенге. Также волонтеры обещают приобрести еще 8 концентраторов уже на следующей неделе. На сегодняшний день в межрайонной больнице проходит лечение 167 человек с респираторными заболеваниями. На базе медучреждений имеется 28 аппаратов искусственной вентиляции легких и 12 кислородных концентраторов. Медики поблагодарили волонтеров за оказанную помощь. Без преувеличения такой подарок может спасти чью-то жизнь, добавили они. В нашем районе насчитывается около 700 волонтеров. Все они активно стараются помочь медикам в такой непростой ситуации. Ежедневно здесь, в больнице, дежурят до 15 волонтеров. Они относят передачи с продуктами, которые пациентам приносят родственники, дабы снизить нагрузку на медперсонал. Сегодня на безвозмездной основе мы передаем 6 кислородных аппаратов, а на следующей неделе еще 8. Будем также стараться и трудиться во благо нашей страны. Более 4 тысяч заявок на выплату в размере 42 500 тенге одобрено в Алматинской области. Всего в районы и городские штабы поступило свыше 24 тысяч обращений. Об этом на брифинге рассказал руководитель Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматинской области. Для тех, кто еще не осведомлен, как получить государственную помощь, Зайда Ильмжанова разъяснила правила подачи заявки. По словам спикера, обращения отправляются на сайт 42500.ембек.кз. Если во время ЧП заявления подавали работники, оставшиеся без содержания, то теперь это делает только работодатель. Всего общее время рассмотрения заявки в 5 рабочих дней. Зайда Ильмжанова напомнила гражданам, что на выплату в 42 500 могут рассчитывать только те, кто не имеет какого-либо дохода, в том числе пособия. Заявки на получение помощи принимаются до 1 сентября. По системе социальной защиты есть целый ряд государственных пособий, выплат, пенсионных выплат, которые, скажем, помогают нашим гражданам, трудной жизненной ситуации, определенной категории граждан, это социально уязвимые, малоимущие свои населения. Вот эта выплата 42 500 тенге, она тоже является социальной выплатой и предусмотрена для смягчения введения карантинных мер. В Алматы выявили подпольный цех по изготовлению лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Сотрудники прокуратуры и департамента изъяли около 100 тонн упаковок препаратов, которые изготовители планировали реализовать под торговыми названиями «Ригидрон-Оптим», «Кальций-Детреникомет», «Цефтазидин» и другими. По этому факту проводятся следственные действия, назначенные экспертизой, добавили в прокуратуре. Грузовый корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС с космодрома Байконур. Корабль доставил на станцию более 2,5 тонн груза 23 июля в 2026 по времени Нур-Султана. Со стартового комплекса площадки номер 31 космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1А», которая вывела грузовой корабль на орбиту. Операции по сближению и стыковке с МКС проводились по двухвитковой схеме. Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на МКС, снял запуск с борта станции. Мартышкин труд. У крестьян села Аксу сгорел урожай. Все 500 гектаров. Проблема рукотворная. В этом году хозяйством перекрыли доступ к воде. О том, что водоканал закроется на капитальный ремонт, крестьян предупредили. Но уже тогда, когда были распаханы поля и подготовлены семена. В надежде, что воду все же дадут хотя бы один-два раза за сезон, земледелец Аслан Бецилаев вместо сахарной свеклы посеял пшеницу. Ей воды нужно в 10 раз меньше. Но под палящим летним солнцем без единого полива сгорела и она. Мы посадили пшеницу. 30 гектаров поля. Она сгорела. Вот, как видите, она непригодна для скошения. Мы не требуем, чтобы нам возместили ущерб. Мы требуем, чтобы в дальнейшем нам дали возможность работать на полях своих. Чтобы свекло, сахарное свекло могли садить, чтобы пшеницу могли садить, чтобы клевер могли садить. Чтобы мы ни от кого не зависели. Мы требуем, чтобы нам капитальный ремонт сделали лотки и чтобы нам доставили поливную воду. Поливная вода в село Уксу поступает по единственному оросительному каналу. Его протяженность 6 километров. Это первый капремонт объекта за 40 лет. И, как утверждают подрядчики, по технологии работы нужно проводить именно летом, когда почва полностью высохнет от талых и грунтовых вод. И плотность ее достигнет максимума. С прошлого года начали работы, но в прошлом году мы сюда не заходили. Так как, когда мы сюда пришли, здесь было болото, были непроходимые места. И слева, и справа берега ни одна техника не прошла бы. Поэтому мы сделали это собрание. Сказали, что мы перекрываем воду лоткового, мехачистки и пускаем ее в другое русло. Чтобы за три месяца здесь хотя бы более-менее высохло, чтобы хотя бы здесь начать работу. Однако и это не все. Генподрядчик компания «Томаз» ведет реконструкцию сразу 111 ирригационных каналов по району протяженностью 780 километров. Из них 2,5 километра до села Аксу. Потерявшие урожая крестьяне все свое внимание направили на качество ремонта водоканала. Однако, по их словам, оно оставляет желать лучшего. С крестьянами мы полностью разговаривали, проблемы их знаем. Единственное, что мы могли им помочь, мы повторно обошли данный канал, выявили наиболее участки канала, плачевное состояние, которое находится, и поменяли пикетажи, замены данных блоков. Сдать объект строители обещают через месяц, а до тех пор несут убытки и владельцы частного подворья. Отсутствие рычной системы внутри села вынуждает их поливать свои огороды водопроводной водой вот уже более 7 лет. Из-за чего у некоторых сельчан оплата за воду в месяц доходит до 20 тысяч тенге. Обещали, что орычная вода будет, весь огород посадили, теперь жалко их. Что будем делать, зря терять свой труд? И питьевой водой мы поливаем. И каждый месяц платим 15 тысяч, 20 тысяч. Теперь нам помогите, аксульским народам помогите, хоть орычную воду. Впрочем, сложная ситуация с полимом в этом году не только у жителей села Аксу. Осадков нынче мало, что сказывается на уровне воды в реках и влечении расхода живительной влаги на полив. В источнике реки Аксу было 15 кубометров в секунду. В течение апреля по июль месяц в реке Аксу уровень воды не поднимался 6,6 кубометров в секунду. Из реки Аксу в данный момент берут 6 сельских округов для полива своих сельскохозяйственных угодий. В целом, в Алматинской области общая протяженность ирригационных сетей составляет 17 тысяч километров. С прошлого года за счет средств Исламского банка развития реализуются проекты реконструкции орызительных сетей Аксуского, Алакольского и Скельдинского, Коксуского районов. Всего в этих четырех районах будет восстановлено более 35 тысяч гектаров орошаемых земель. Алексей Цуэси, Дюсимбек, Телеканал ЖТСУ, Аксуский район. Путевка в жизнь. По итогам первого полугодия около 200 толдукорганцев обучили сазам предпринимательства по программе «Бастау бизнес». Более ста из них получили государственные гранты и открыли собственное дело. Как государственная поддержка превращает безработного в предпринимателя, узнаем из сюжета. Выбор профессии для Раушангуль Малдахмед не был случайным. С детских лет ее вдохновляла бабушка. Она очень любила шить, совершенствовала в своих работах, а впоследствии открыла собственное ателье. Впечатляясь успехами бабушки, Раушангуль решила пойти по ее стопам. Отучившись на краткосрочных курсах, она получила безвозмездный грант по программе «Инбек» и смогла начать собственное дело. Прошлым летом я окончила курсы «Бизнес Бастау». Получила сертификат для того, чтобы я смогла участвовать в разных грантах. Поучаствовала в гранте, где выдается 500 тысяч. Мне повезло, я выиграла, получила их. Я приобрела такие оборудования, как машинка, утюженный стол, утюг, раскроечный стол. Если бабушка Раушангуль была и остается для нее главным примером в работе и жизни, то благодаря государственной поддержке осуществилась детская мечта 20-летней девушки, в том числе и многих других казахстанцев. Уже за первые шесть месяцев текущего года более 500 жителей Алматинской области получили государственные гранты по программе «Инбек» на сумму свыше 300 миллионов тенге. Нами ведется активная работа по трудоустройству и консультации безработных граждан. Содействуем в развитии бизнеса самозанятых лиц. В настоящее время 250 человек обучились на краткосрочных курсах по переподготовке. 64 из них уже собираются открывать свой бизнес. 200 граждан прошли онлайн-обучение в региональной палате предпринимателей «Атамикен». Еще 60 заявок на рассмотрение. В прошлом году специалисты палаты предпринимателей обучили 5810 жителей Алматинской области. До конца текущего года запланировано обучить 2900 человек. Реализация обучающего проекта «Бастау-бизнес» не прекращается даже в пандемию. Все занятия проводятся в онлайн-формате. Евгения Присяжная, Нурбек Журнбаев, телеканал ЖТСУ. Во Франции резкий рост заражения за последние 24 часа. Выявлено свыше 1000 новых вирусоносителей и зарегистрировано 10 новых очагов инфекции, передает Евроньюз. Руководство Минздрава заявляет, что причина – несоблюдение жителями мер предосторожности. Сильнее всего затронуты главные туристические регионы страны. Атлантическое побережье, частично Британь и весь Лазурный берег. Два департамента которого – Вар и Приморские Альпы – находятся в красной зоне опасности. На другом берегу Ла-Манша с сегодняшнего дня вводится обязательное ношение масок в магазинах. В Фрайбурге вынесен приговор по делу о групповом изнасиловании 18-летней девушки в 2018 году. 10 мужчин, преимущественно беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака, признаны виновными. Один оправдан. Главный обвиняемый получил 5,5 лет тюрьмы, семеро других – от 3 до 4 лет. Еще двое – условные сроки. Судебный процесс длился 13 месяцев. Из-за пандемии он был прерван с марта по май. Судьи сочли доказанным, что мужчины, которым на момент совершения преступления было от 18 до 30 лет, во время вечеринки подсыпали девушке наркотики, а затем затащили в кусты и насиловали в течение нескольких часов. Группа курьеров в китайском городе Ханчжоу, провинции Чжэцьань, подняла и перенесла автомобиль, который наехал на велосипедистку. Автомобиль сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Инцидент попал в поле зрения нескольких камер наблюдения, размещенных на светофоре. На записи видно, как на помощь пострадавших поспешили несколько десятков курьеров. Они подняли машину и перенесли ее. Все это заняло всего 11 секунд. Насколько серьезно пострадала велосипедистка, неизвестно. Новые правила. В этом году изменился порядок набора курсантов в высшие военные учебные заведения. Вынесла коррективы пандемия. Наш корреспондент поинтересовался, какие требования предъявляются к будущим защитникам Отечества. Годин. Это заключение медицинской комиссии для Эскендера Макажана, пропуск в военный вуз. Отличник учебы Талдыгурганского айтилицея, он с детства вынашивал план пойти по стопам деда, стать военным. Я пришел в военкомат еще в январе месяце. Прошел медобследование, сказали Годин. С легкостью сдал психотез. Вместе с этим пришло время сдавать ИНТ. Набрал 92 балла. Моя цель – поступить в Актюбинский военный институт сил воздушной обороны. Хочу стать летчиком. В этом году по области на поступление в военные вузы было подано свыше 200 заявок. Пригодными по всем критериям оказались лишь 130 из них. В нашем распоряжении четыре учебных учреждения, в которые мы можем отправить учиться курсантов. Это три института и кадетский корпус. Расположены они в городах Алматы и Актюбе. Также это алматинское военное учреждение радиотехники и связи. Желающим попасть в ряды вооруженных сил, как и раньше, необходимо пройти медобследование. Учитываются также результаты единого тестирования. Допустимый военный вуз порог не ниже 50 баллов. Существенное отличие нынешнего года при поступлении физнормотивы будущим курсантам сдавать не придется. Оценивать их физподготовку будут по аттестату. Одина Смогулова была Кутыкпай, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин